В честь вопроса Денисовича Сухорожкина, его возражение прозвучало, на мой взгляд, правильное утверждение, что следователь является лицом процессуально независимых и решение принимает сам. Так должно быть по закону, но на самом деле это грубо нарушается на территории Саратовской области, что подтверждается письмами Филиппенко, руководителем Следственного комитета по Саратовской области. Первое письмо было 4 февраля 2022 года, к которому он обращается к Воронову и прямо оказывает давление на следствие. Могу это считать. Отделом проследования особо важных дел СССР и Саратовской области уже более двух месяцев расследуется уголовное дело. Номер такой, это статья 100, часть 1, статья 327, про отделки, ад в проверке условий обеспечения сохранности оружия и патронов или переоформирование разрешения Курихина и СГД хранения огнестрельного оружия по двум адресам его проживания, составных от имени сотрудников полиции из Калиева и Яршина. Расследование уголовного дела, относящегося к последствиям органов дознания и органов дознания, и не представляющего сложность доказывания, то есть это лишний раз подчеркивает, нет сложности доказывания, не тяжкое преступление. Такое интересное. Сам прокурор области, он не беспокоится с судьбой 5000 сирот, которые не получили жилье, сотрудники прокуратуры, которые вымогают с них взятки, с абаками, которые терроризируют всю область. Его беспокоит сохранность патронов у Курихина. Должно быть завершено суточный срок. Отдата за это время лицо, подлежащее привлечению качества обвиняемого, не установлено. Неоправленное затягивание расследования может привести к течению срока удавности, привлечения к уголовной ответственности. То есть он своими действиями уже указывает следующее, что ему делать, какие сроки ему расследовать и все остальное. То есть, другими словами, оказывает привлечения давления. По завершению почерковедческих судебных экспертиз, необходимо незамедлительно организовать проведение следственных оперативных действий, допрос, ручные ставки, получение сведений о позиционировании по местности и другие с лицами, готовившими в отдельный акт, направленные на проверку фактического посещения или мест проживания Курихина, передачу ему этих документов. Несмотря на наличие материалов уголовного дела, сведений об использовании Курихина, подложных документов, на ближайшие правовые оценки его действий, до настоящего времени данный вопрос о привлечении к его ответственности не рассмотрен. В ходе дальнейшего расследования предлагаю обратить особое внимание на указанные обстоятельства. То есть тем самым он следователь независимому профессиональному лицу указывает и через его руководство подталкивает от привлечения к уголовной ответственности меня. Вот с уважением к прокурору Филиппенко, это от 4 февраля. Следующее письмо, так как он видит, что ничего не будет, исследователи расследуют дело согласно тем фактам, которые имеются, а фактов никаких не имеется в моей подделке, то есть я вообще ничего не нарушал. Он повторно, лично уже в марте, от 14 марта, апреля, прошу прощения, 4 месяца, он уже обращается к Мезлиным. Отделом проследования особо важных делов СГАЭ было вводка. Для получения Кулихиным разрешения на хранение огнестрельного оружия в ЛРР были представлены два документа, необходимых для получения указанных в них параметры, несоответствующие условиям хранения оружия, имеющие в действительности составленные не лицами и указанными в них, а других от их имени. Несмотря на утверждение Кулихи на том, что при посещении ЛРР и подаче первоначальных заявлений, он сам подписывался в документах, распечатанных и переданных им инспектором, заключенных под черковеческой экспертизой, установлено, что подписи от его имени ему не принадлежат, а выполнены с подражанием меру подписи. При таких обстоятельствах имеется достаточное основание полагать, что ранее подписанные Кулихиным документы для получения переоформления, продление разрешения на хранение огнестрельного оружия, также могут являться поддельными. В ходе дальнейшего расследования предлагаю обратить внимание на указанные обстоятельства, запланированное проведение следственных действий, следственный осмотр личного дела Кулихи на назначениях в черковеческих экспертиз и другие направленные установленные обстоятельства, получения Кулихина и СГ соответствующего разрешения. Это уже апреля. Помимо того, что первый замок прокурора вывел раб, еще год назад, Филипенко фанатично, со своей отпущей, и следующее письмо от уже 9 июня 1922 года. На моем контроле на обводе схода расследования уголовных дел об использовании Кулихиным заведенными подложными документами депутата Воропьева о преднамеренном подросе Пантелеевой уклонения от уплаты налогом Кончарова. В целях оперативного получения информации о перспективе расследования вышеуказанных уголовных дел я прошу еженедельно, начиная с 13.06.2022, представлять сведения о проведении и запланируемых проведении следственных и процессуальных действий, а также их результативности. То есть он требует результативности, тем самым оказывая давление на следственный орган. И мое обращение к Игорю Викторовичу Краснову о том, что в прокуратуре еженедельно проводится совещание в поисках против Кулихина, в отношении Кулихина и его окружении, семьи, родственников и близких друзей, любви и состава уголовных дел, вплоть до того, что сотрудниками уголовного розыска посещаются авторитетные предприниматели, которые на поколение старше меня, которые заявляют, что они вообще обо мне даже ничего не слышали, он ставит цели и задачи о привлечении меня, заведовании виновного человека, в головных делах, что подтверждается его перепиской по руководству следственных органов. В данном случае я в суд из Каят, потому что мы рассматриваем, но у меня есть еще убедительный документ, который, как оказывается, давление на представителей других ведущих налоговой инспекции и уголовную полицию. Более того, являясь заместителем главного редактора, к нам в редакцию поступает масса обращений от сотрудников правоохранительных органов, которые видят, что действиями разрушительными действиями Филипенко наносится непопроведный удар в самой структуре, прокуратуре и всем правоохранительным органам, что выражается с текучкой кадров, тем, что не занимаются серьезными делами. И они возмущены на самом деле, но так и боятся возмездия, и поэтому передают нам в редакцию 6 аудиофайлов в совещании, где отдаются незаконные указания, а также в случае чего, если вдруг приедет комиссия какая-либо составит, и будет им интересно намерена, Генпрокуратура ФСБ России, четверо сотрудников, двое из них действующие, двое увольненных, ушедших на пенсию, готовы дать свидетельские показания о пристрастности ко мне и другим делам Филипенко Сергея Владимировича. Поэтому в рамках следующего процесса я представлю две аудиозаписи незаконных указаний Филипенко, а также и документы, подтверждающие оказание давления на сотрудников полиции и налогового. Спасибо. Спасибо.